Меня зовут Шахов Денис Владимирович, я хочу сказать о своей проблеме. 20 октября 2017 года было совершено ДТП мной по статье 264, часть 3, по которой мне было назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения. ДТП произошло в течение обстоятельств. Данное преступление квалифицируется как преступление по неосторожности. ДТП, как бы я не отрицал своей вины, наказание понес на данный момент. Семья, жена, дети, все как бы есть, работа. Ну вот, такое происходит иногда в жизни. Но в нарушении части 3, статьи 80 УИК РФ, я содержался в колонии-поселении для осужденных, скажем так, на общих основаниях. Хотя в данный момент я являюсь бывшим сотрудником МВД и на основании все той же статьи 80 УИК РФ я должен содержаться был в отдельном учреждении. Именно для бывших сотрудников МВД, работников прокуратуры и работников судов. В данный момент я сужусь с СИНом России, где выдвинул исковые требования им за нарушение условий содержания. Последнее заседание было 24 ноября этого года, где мне отказали в моих исковых требованиях. Апеллировали тем, что якобы я, это сотрудники в СИНом на суде, содержали меня, они не знали, что я бывший сотрудник, хотя при прибытии в учреждение ФКУЛИУ-23 колонии-поселения, это город Урюпинск, я неоднократно обращался к администрации данного учреждения, говорил о том, что я бывший сотрудник предоставлял документы, просил перевезти меня на колонию для бывших сотрудников, на что никаких вообще, скажем так, движений не было. Все заявления, поданные мной, рвались при мне, выкидывались, поступали угрозы от сотрудников данного учреждения, от администрации. Оперативные сотрудники данного учреждения неоднократно высказывали мне угрозу о том, что если я буду дальше куда-то писать или что-то там обращаться, я буду выдворен в штрафной изолятор и весь оставший срок проведу там. В суде представитель СИН в Полгородской области мотивировало свое, как скажем, несогласие с моими исковыми требованиями тем, что я, а, тем, что они не знали, что я бывший сотрудник, якобы я никому не говорил и так далее. Хотя даже согласно всем моим ходатайствам, которые я подавал об условном достойшем освобождении, замене от бытой части, наказание более мягким видом, везде было все указано, что я бывший сотрудник МВД, предоставлялись бумаги, предоставлялись благодарственные письма от руководства ГУВД Волгородской области, предоставлялись бумаги о том, что о моем звании и должности, но никаких вообще движений не было. Так как являлся бывшим сотрудником МВД, об этом я тоже неоднократно говорил сотрудникам администрации, о том, что поступают угрозы в мой адрес от заключенных, на что просто не обращали внимания, говорили, ладно, сиди, все будет нормально, что такое нормальное в ихнем понятии, я не понимаю. На колонии поселения от осужденных, ну, как мне доносили, другие осужденные, говорили о том, что вот тот-то, тот-то, обещал мне ночью разбить голову молотком, так как я бывший сотрудник МВД. Адвокат, который был у меня там в колонии, Арекаев Иван Мефодич, он мне тоже, он сам меня неоднократно спрашивал, он говорит, на каком основании ты здесь находишься, ты же сотрудник, ты должен сидеть в другом месте, я говорю, ну, давайте как-то это все решим, но он, у них городок маленький, Урюпинск получается, сам население, что около 30 тысяч, соответственно, все друг друга знают, и оказалось так, что этот адвокат, бывший начальник спецчасти данного учреждения, где он находился, соответственно, ну, видать, как-то поднадавили на него или попросили, и эта информация, опять же, никуда не ушла. Начальник спецчасти, Зайцев Александр Владимирович, такой, сам меня неоднократно вызывал, сам меня однократно спрашивал, на каком основании я здесь нахожусь, ну, нахожусь не здесь, а там в колонии, на что я ему просто отвечал, то, что почему я должен об этом думать, а не вы, вы должны принимать меры к тому, чтобы меня перевести. Однократно задавал мне вопрос, когда ты уже освободишься, ты у нас, говорит, как заноза в одном месте, сейчас, говорит, приедет какая-нибудь проверка, говорит, ну, и у нас, говорит, начнутся проблемы. И, ну, и хочется восстановить справедливость, потому что просто мне интересно, если я нарушаю законы, получается, я должен нести наказание, а если кто-то другой нарушает, в данном случае, скажем так, должностные лица администрации, учреждения, ВСИН России, их как-то законы обходят стороной. Волгоградским судом это все не ограничится, буду писать дальше, обращаться дальше, вплоть до Европейского суда по правам человека. И хочу на данный момент обратиться к высшестоящему руководству ВСИН, к прокурору по надзору, вообще к сотрудникам прокуратуры, к прокуратуре области, России. В данный момент, как-то, не знаю, провести проверку и привлечь к ответственности лиц. Продолжение следует...